Какой русский, татарин, еврей, узбек, хуэвер, нужно подчеркнуть, не мечтал хоть раз об эмиграции во времени или в пространстве? От примитивного выезда на ПМЖ до занимающего всю жизнь путешествия в коммунистическое завтра с тонной колбасы, морем водки, золотым унитазом и двадцатью охотчими девственницами. Товарищ, мы едем далеко, подальше от этой земли. Откуда у хлопца испанская грусть? Что ищет он в краю далеком? Вот поэтическая идеалистическая квинтэссенция эмиграционных процессов. С сугубо прозаической части этой мечты, а именно эмиграции в США посредством лотереи Green Card, посвящено виртуальное ресталище форума «Говорим про ЮЭС». Разнообразны интересы участников форума. Практически не осталось пятачка на информационно-эмиграционном суперхайвее, который бы не был утрамбован сознанием будущего эмигранта. Финансовые аспекты эмиграции вызывают много вопросов. Например, если есть денег на год жизни не работая, нужно ли работать первый год? Четкого ответа на вопрос нет, но есть мнение, что в таком случае нужно этот год провести на Велфере, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые деньги, чтобы не жег позор за изучение английского языка за свой счет, и чтобы продраивав 25 майлов по трафику мог сказать «Без кайфа нет лайфа, хоть face them up table». Многие потенциальные эмигранты интересуются процессом поиска работы и связью этого процесса с тем самым ведром дерьма, которое по народному преданию предстоит скушать каждому эмигранту. «Все не так страшно, ребята», говорят ветераны, «это ведро размазано практически по всем аспектам жизни на новом месте, так что не надо унывать от мысли о предстоящем поиске работы». Как правильно перевести специальность по диплому на английский язык, да еще так, чтобы работодателю захотелось тебя пригласить на интервью, даже если никогда не работал по полученной специальности? Этот вопрос будоражит многих от того, что отдельные форумчане распространяют слухи о необходимости иметь American Experience для получения первой работы. А где же его взять, если работа первая, недоумевают новички? Знатоки вопроса обнадеживают новичков словами «экспириенс приходит с опытом», так что полный вперед. Вопросы отношений между мужчиной и женщиной интересуют матримониальную и просто молодежь, что впрочем понятно без научных изысканий. Есть ли счастье в стриптизе и почему проститутки должны стесняться своей древней профессии? Плевать ли на женщину? И как надо раздевать девушку? Где взять в аренду подвенечный наряд? И где найти мужа? Мужчинам для смеха предлагается мериться елками вместо обычно используемых для этого принадлежностей. Заключать ли брачный контракт или брачеваться старым казацким способом? В этой связи легковерных мужиков предупреждают об опасностях брака с коварными Наташками в теме, как выглядит обман на Украине. Ну и конечно, попавши в просаг, мужики бродят по форуму с вопросом посоветуйте честного юриста в США. Избалованность американских невест хорошо известна за пределами страны. Есть ли шансы у юриста, спрашивает молодой человек, думающий о том, какую профессию выбрать? Ведь женщины к профессии мужчины особенно неравнодушны. Они их реакцию тоже проверяют, да еще как. 18 секунд может простоять только гений этого дела, но мы понимаем. Да и деньги не будут лишними, если хочешь построить романтические отношения в экзотическом антураже. Тысяча и одна ночь. Сколько денег нужно везти? Вопрос хороший и своевременный, но ответ, конечно же, зависит от фантазии потенциального иммигранта. Нужно ли знать английский язык? Или можно обойтись? Этот вопрос дискутируется наравне с вопросом о том, учить ли язык до приезда в страну или сразу после, уже в языковой среде. Спрашивают, где есть бесплатные курсы? Но чтобы непременно хорошие. Хотя если хорошие за деньги, то лучше тогда плохие, но бесплатные. И если плохие, то чтобы непременно возле дома и чтобы там не было других эмигрантов, только местные. На форуме идет перманентный поиск земляков. Зачем они нужны никому по большому счету неизвестно, но землячество в моде. Как минимум можно собраться и выпить. При этом принято советовать по приезде в США держаться подальше от соотечественников. Но есть и обратная тенденция. Многие интересуются, где в США есть город похожий на Минск? Баку, Улан-Удэ, Кишинев, Вышний Волочок, Нижневарск, нужно подчеркнуть. Тут мы можем успокоить тех, кто этим озабочен. При достаточном количестве алкоголя, не говоря уже о более сильных глюкогенераторах, даже простой кустик у недорогого подъезда в недорогих апартментах легко покажется беловежской пущей. Любовь или нелюбовь к новой, равно как к предыдущей ей родине, предшествующей ей родине, занимает мысли форумчан-виртуалов. Кто-то любит ее, кто-то любит другую, кто-то любит обе, но предпочитают по одной из двух тосковать именно издалека. Есть даже такая форма патриотизма, когда не любят именно ту родину, где живут в данный момент. Кто-то любит страдать сам, кто-то пытается своим присутствием отомстить нелюбимой родине, но она упорно этого не замечает и все продолжают жить своей жизнью, опасаясь преследования со стороны как правительственных, так и общественных организаций разных стран мира. Форумчане изощренно маскируют наиболее ценные сгустки информации. Посторонний посетитель, чужак, пытающийся понять, что к чему, будет безнадежно плутать среди восторженных сообщений вроде как «молодцы, так держать, мы в вас верим, все будет хорошо, пишите, не пропадайте, наконец-то, боже мой, мы за вас так переживали». Аналогичный случай был у нас в Липецке, Минске, Бобруйске, Житомире, Симферополе, Приполярном Урале, нужно подчеркнуть. Кто, когда, в какой стране способен выудить хотя бы одно информационное сообщение из сотни воскресаний? Но ведь и эмиграция не для всех. Когда и куда смогут эмигрировать наивные люди, вопиющие в форумных прериях, типа «поиск не помогает, подскажите, кто может». Дорогу осилит идущий, выживает сильнейший. Inform we trust.